А другая книжка называется, тоже так, очень не кисло, она называется «Протоколы Сиамских Близнецов». Она поэтическая. Идея такая, два брата-близнеца служат в ГАИ, фамилия у них Сиамский. И они делают свою работу, там всякие аварии разбирают. И однажды, когда случилась авария, человек загляделся на женскую красоту, утратил бдительность, и его задавили. И вот один из них сказал, загляделся на папа, другой сказал, угодил пацап. И они, вот такова история рождения первенца эротика, эротика аварийного двустишия. И потом они стали сочинять вот такие вот протоколы, именно на тему того, как люди, вот думая о всяких липидных пирогах, значит, попадают под машины. Ну и вот, значит, к тому, что я уже рассказывал. Книжку эту не хотели мне печатать. В одной типографии сказали, что она непристойная, и отказались печатать. В другой не отказались, то есть была такая обычная типография, там, что хочешь, моим камерам печатай. Ну, в общем, что-то. Это мистификация, как и все непесенные мои сочинения, «Правление дурака», про братьев-близнецов сиамских я вам уже рассказал. Ну и вот. А я в этой истории вроде как это издатель. Значит, поехали. Сначала это были абсолютные протоколы с рифмами типа «тас-камаз», «минет-кювет», «вибратор-экскават». Скажем, видит дамочку в соку, угодившую под оку. Или шел в интимный магазин и отгодил под лимузин. Однако поэзии становятся тесно в протоколе и пишутся немного другого рода уже стихи. На женщин тратил все свои доходы, задавлен с бочкой с надписью «Отходы». Весь поглощенный сисек тряской пропал под мотоцикл с коляской. Шел на красный листал порнографию, тут и кончил свою биографию. И сходное, но чуть менее кровавое. Шел, мечтал про секс угарный, фейс разбил, а стол фанат. Тут вот применительно к авторам, да, что-то личное, авторское тут в этом стишке. Я думал, бабы все мои, сбит машину ГАИ. Идеальное по форме стихотворение «Слыл сексуальной машиной, смыт поливальной машиной». Мифологическое, пленявшись ягодицей, раздавлен колесницей. Авторов продолжают нести за пределы должностных полномочий посторонние области. И рождаются такие вот двустиши. «Увязнув по уши в грехах, попал под лошадь на бегах». То есть, да, тут уже ГАИ как бы не вполне в пределах. Но дальше еще, дальше еще дальше от ГАИ. «Загляделся на красотку, а потом летел тесотку». Есть стихотворение с явным поделом в подтексте. «Безумной сексуальной пляске попал под детскую коляску». «Не признал себя отцом, попал под тройку с бубенцом». Не обойдена вниманием и любимая публика тема «Однополой любви». Вот один из стишков. «Был нетрадиционно сориентирован, а стал катком в асфальт за асфальтирован». Дальше больше есть социально-политический мотив. Он чувство мерил собственным машинам, раздавлен государственной машиной. Представляете, что творится с этими братьями-гаришниками, если они начинают такое сочинять. «Будучи полон дерзких надежд, тут президентский попавший кортеж». И историческое такое. «Пленялся крупской большевичок, попал под ленинский броневичок». В заключительной части представлены образцы, являющие собой мораль и вывод всего сборника. Напомню, ПДД – это правило дорожного движения. Итак, мораль такая. «Чтил ПДД и был безгрешен, здоров и жив, в семье успешен». Это мирской вариант. Более духовный вариант – он читал ПДД и псалтирь, невредимым ушел в монастырь. И добавлю, что мой любимый стишок значится под номером 59, а всего их в книжке ровно 100. Он мне представляется сценарием в таком микроскопическом мультфильме. «Он был чудак, любил улитку, да жаль, попал под инвалидку». Вот и вся книга, собственно. Спасибо вам большое.